В эфире студия «Репортер» с Дмитрием Богомоловым. Сегодня мы обсудим реконструкцию Одесского дворца спорта. У нас в гостях председатель Одесского областного совета Анатолий Орбанский. Здравствуйте, Анатолий Игоревич. Здравствуйте. Недавно поступила новость о том, что чемпионат мира по хоккею, который планировался в Одессе в апреле месяце, был перенесен в Киев. Расскажите о подробностях этого переноса и о том, будет ли продолжена реконструкция самой арены спортивной и все ли будет идти по плану из-за этих изменений. Смотрите, давайте мы разобьем ваш вопрос на несколько вопросов. Первое. Я, во-первых, благодарен инициативной группе, которая боролась за то, чтобы у нас был чемпионат мира по хоккею среди юниоров 18 лет. Сейчас, но об этом чуть позже. И после этого, после того, как Одесса выиграла проведение чемпионата мира по хоккею, к нам обратился Олимпийский спортивный комитет, господин Бревзин, с тем, что был передан перечень тех работ, которые должен был выполнить областной совет, совет, перечень работ, которых должен был выполнить городской совет, я потом конкретно распишу, что там, и то, что мы должны были получить в виде субвенции из государственного бюджета для приобретения всего необходимого. Значит, какие функции были возложены на областной совет, так как я представляю областной совет, я скажу. Это ремонт крыши, ремонт раздевалок, вестибюля, освещение, внутреннее освещение и санузлов. Вот эти вот главные пять позиций. Следующий — это городской совет. Городской совет должен был сделать то, что, в принципе, входило в его полномочия, так как это земля городского совета вокруг, благоустройство территории. Значит, я общался с нашими коллегами в городском совете. Городской совет дал стопроцентную гарантию, что к началу чемпионата он должен был состояться в Одессе в апреле, как вы правильно сказали. Благоустройство территории вокруг дворца спорта будет полностью завершено. И это не возникало, к этому вообще не возникало никаких опасений и вопросов. Что касается областного совета, сейчас уже закончились последние прохождения юридической формальности документов. И я думаю, что уже в этом году начнутся первоочередные работы по нескольким позициям. Некоторые уже начались. Вот, например, крышу мы уже к концу года закончим. А те все остальные пункты, которые я назвал, деньги будут выделены уже в этом году. Это 10 миллионов гривен. И к апрелю месяца, как вы понимаете, мы бы тоже закончили бы эти работы. Я об этом доложил в Олимпийский комитет. Они попросили гарантию, что мы, как областной совет, так как это наша собственность, должны прогарантировать, что мы успеем в сроке. У меня есть это письмо, оно есть на сайте областного совета, в том числе, где я написал, что все необходимые требования после наших совещаний, которые были представлены для областного совета, для выполнения областным советом, мы успеваем в срок. С городским советом точно так же. Теперь мы ждем 83 миллиона гривен для покупки чиллера, большого куба, знаете, такого, ну, там, счет, острое моблоки. Табло. Да, центр такой куб. Потом была необходима пластиковая защита, ну и ряд других, ряд другого оборудования. Но господин Бревзин сказал, что он добивается возможности получения этих 83 миллионов из государственного бюджета. Вероятнее всего это будет после нового года, но здесь мы могли бы получить неприятности в том аспекте, что 83 миллиона мы бы получили бы, скажем так, ну, понятное дело, что пока заработало бы казначейство и так далее, и тому подобное, где-то к середине февраля, потом нам нужно было 30 дней для объявления тендера, прозора и так далее, и тому подобное, для покупки, потом это нужно было для доставки, и явно получалось, что мы могли не успеть. Я это сказал. Он говорит, мы можем вам передать эти деньги в декабре, но здесь есть одна специфика государственного бюджета и денег, и субвенций из государственного бюджета. Мы должны были их потратить, то есть закупить оборудование до конца года, иначе они бы вернулись обратно в государственный бюджет. То есть получение денег уже на стадии декабрьской был, ну, бесполезен, как вы понимаете. На стадии подачи заявки еще не рассматривались вот эти сроки по получению субвенций, и, как мы знаем, в ходатайстве, которое всеукраинская федерация хоккея направила в международную федерацию, о том, чтобы перенести этот чемпионат из Одессы в Киев, была высказана обеспокоенность в виде того, что во время работ обнаружили некоторые моменты, столкнулись, на которые необходимо было потратить больше финансирования, чем планировалось изначально. Может быть, это во время подготовки плана еще было? Нет, вы знаете, инспекция, которая исследовала дворец спорта, сказала, что для проведения чемпионата мира все отвечает требованием. Нужно было сделать вот те вещи, о которых я сказал, и которые мы все равно сделаем, потому что есть у нас чемпионат мира, нет чемпионата мира. Мы в первую очередь должны заботиться и думать о наших спортсменах, о жителях нашей Одессы и Одесской области. А что касается именно государственной субвенции, то мы еще летом неоднократно обращались к руководству в Киеве о том, что нам необходимо получение этих средств как можно быстрее, потому что вся та бюрократическая волокита, в хорошем понимании слова бюрократическая волокита, потому что, ну, понятное дело, что есть закон, который должен дать возможность всем желающим поучаствовать, есть отличнейшая программа Прозора и так далее, но она работает так, как прописан закон, я имею в виду программу Прозора. И отталкиваясь от этих реалий, давайте как можно быстрее выделите средства. Нам все время говорили, вот сейчас, вот подождите, вот-вот-вот-вот, вот-вот завтра, вот послезавтра и так далее. Мы никого не ждали, мы все равно двигаемся к этому в этом направлении, возвращение большого спорта в Одессу и Одесскую область. И в этом заинтересован как и областной совет, как и государственная областная администрация, так и, я думаю, и городской совет в том числе. И вы знаете, сейчас, сейчас я бы не посыпал голову пеплом, потому что у нас есть очень хорошие перспективы получить чемпионат мира в 2018 году. Только тот, который пройдет в апреле, это среди юношей до 18 лет, а следующий, более серьезный, до 20, мы можем получить в декабре месяце. Мы выполним все условия, которые были необходимы, все равно пригласим и скажем, ну вот, смотрите, мы все сделали, потому что там будет новый свет, там будут нормальные вестибюли, там будет все то, о чем мы сказали. Это будет до марта готово или сроки сдвинутся? Я думаю, что это будет готово до конца марта, дай бог, оно будет все готово. Ну, просто когда ожидается приезд представителей Международной Федерации Хоккея и проведение всеукраинского чемпионата Украины по хоккею среди команд-мастеров, вот в марте, именно там будет принято решение о том, будет ли заявка подана для рассмотрения в декабре. Ведь там тоже будет голосование между разными городами с разных стран. Это целая процедура. Да, безусловно, но мы подадим эту заявку. В сущности, своей дворец спорта, об этом многие говорят, и я согласен с этим, морально устарел. Устарело все, полностью это здание. Этим зданием, к моему глубокому сожалению, не занимались последние, наверное, лет 10-15. Если вы помните, до моей каденции и моих коллег-депутатов, там вообще проходили какие-то выставки собак, вещевые рынки, филиал седьмого километра. Шла речь о том, что Евробаский 2015 рассматривался вариант, чтобы во дворце спорта тоже принимать, но от этой идеи отказались сразу, потому что легче было, по словам чиновников, представителей федерации, легче было просто снести здание и построить на этом месте новое. Абсолютно верно, и так на самом деле и происходит ситуация на сегодняшний день. Но, вы понимаете, дело в том, что я как руководитель областного совета и как Одесси, я бы хотел получить каких-то инвесторов, потому что это неподъемная цифра для областного бюджета. Получить инвесторов, которые могли бы построить адекватную ледовую арену, не обязательно на проспекте Шевченко, где-нибудь в другом месте, а вот этот земельный участок взять в свое пользование. Но это у меня только одно главное условие. Мы сначала перерезаем ленточку и в новом дворце спорта, а после этого старый дворец спорта становится собственником инвестора. Пока что на сегодняшний день многие оказывали внимание, интерес, вернее даже больше интерес, все спрашивали, но в процессе переговоров, после того, как они говорили, да давайте мы вам новый построим тут вот так, я говорю, понимаете, не то чтобы я кому-то не верил, но у нас общественность сейчас настолько оголен этот нерв недоверия, знаете, что начав строительство, и я понимаю общественность, очень часто мы это с вами становились свидетелями, что в процессе строительства менялась документация, менялась призначение, целевое назначение данного здания, и он тихо превращался там из спорткомплекса, ну бы превратиться в торговый центр, и тогда, вы знаете, это было бы, ну, для меня просто фиаско. И здесь я полностью разделяю мнение общественности, что сначала давайте мы построим, а потом перережем ленточку, поймем, что мы, да, действительно получили то, что мы рассчитывали, а потом начали. Что касается спортивных сооружений, за последнее время очень много появляется планов, строительства для гимнастики, спорткомплекса для других видов спорта в разных районах города. Ну это хорошо. Хорошо, ну нужно работать комплексно. Здесь городское спортуправление совместно с областной государственной администрацией, областным советом, ну, должны объединить усилия, чтобы принести пользу, ну, различным видам спорта, чтобы эти спорткомплексы, скажем так, создавали условия для разных видов спорта, а не для каких-то отдельных, определенных. Вот посмотрите, мы такой пример с вами уже можем назвать, и их я думаю, что множество, я просто тот, который первый пришел ко мне в голову, да. Именно эта каденция областного совета вернула большой лед в наш город. Именно эта каденция областного совета поддержала нашу школу фигурного катания, нашу всемирно известную. Безусловно, результаты можно по турнирам даже просто посмотреть, по количеству медалей и уровень возрос, это безусловно. Благодаря... И количеству спортсменов тоже, и желающих заниматься все больше и больше. И вот тоже здесь вопрос взаимодействия с городским спортивным управлением в плане предоставления условий. Если у фигуристов с дюшор льдинка идут навстречу в плане аренды катка. Что касается школы ДЮСШ по хоккею, которую еще в марте постановили восстановить школу, как ускорить этот процесс, чтобы сделать условия для родителей более возможным заниматься, чтобы снизить цены для аренды катка? Как вы считаете? Я считаю, что в первую очередь это вопрос, который нужно обсуждать с городским советом, потому что хоккейная школа принадлежит городскому совету. Я не перекладываю ответственность себя на кого-либо другого, на своих коллег, депутатов городского совета. Я просто хочу сказать, что созданная школа только полгода как. И здесь что нужно сделать? Нам нужно просто встретиться и совместно выработать ту дорожную карту и принять те решения, которые были бы обоюдовыгодны всем сторонам. Я вам хочу сказать, что у нас полный конструктив с городским советом. Мы часто по другим вопросам принимали совместные решения, и от этого никто не страдал, а только выигрывала и Одесса, и громада Одесской области. Продолжая тему инфраструктуры, рядом с дворцом спорта еще расположен спортивный комплекс «Олимпийц». И там тоже уже несколько лет идет речь о реконструкции и о том, что планировалось выделить на реконструкцию. Вот если можно, расскажите просто о этапах. На каком сейчас там этапе все с «Олимпийцем»? Я очень благодарен в первую очередь народному депутату Гончаренко Алексею Алексеевичу за то, что он добился выделения денег из государственного бюджета конкретно под «Олимпийц» и под нашу школу легкой атлетики. Я думаю, что эта тенденция продолжится и в следующем году, и мы сможем уделить внимание «Олимпийцу». К сожалению, сейчас все находится в таком запустении, что выделять средства на все спортивные объекты у нас не хватает денег в бюджете. Мы бы хотели, но мы отталкиваемся от тех реалий, которые у нас есть. А взять сейчас, знаете ли, чтобы никого не обидеть и разделить эти средства, которые мы сейчас вкладываем в дворец спорта среди всех наших спортивных заведений, но никто ощутимого результата не увидит. Деньги как бы будут потрачены и деньги в общем итоге будут потрачены достаточно большие, а результата никакого. И здесь мне кажется, что нужно идти поэтапно. Где-то требовать, добиваться денег из государственного бюджета, вот как это с школой легкой атлетики. Ну и так далее и тому подобное. С «Олимпийцем» все обстоит, обстоит дело значительно тяжелее, чем уже с дворцом спорта. Но давайте посмотрим, два года назад такая же ситуация была с дворцом спорта. Я думаю, что движение поэтапно даст нам полную возможность решить эти проблемы в ближайшем будущем. И заключительный вопрос, в преддверии сессии очередной, какие вопросы в плане спорта, инфраструктуры готовятся к рассмотрению и на ближайшие годы какая программа планируется? Я хочу сказать, что пока что все это проекты, потому что они не прошли сессионный зал, пленарного заседания. Но вот что касается раздела спорта, там порядка 33 миллионов будет выделено из государственного бюджета, если мне память, прошу прощения, из областного бюджета, если мне не изменяют память. Ну порядок цифр я точно назвал. Я думаю, что мои коллеги депутаты и я в том числе, мы рассмотрим все эти программы и уже посмотрим те, которые будут полностью проработаны и не будут вызывать каких-то споров, больших споров, потому что споры все равно возникают, больших споров в сессионном зале, они будут внесены и проголосованы, и тем самым мы получим уже финансовый ресурс, конкретно областная государственная администрация получит финансовый ресурс реализовывать те амбициозные по большому счету планы, которые поставили они. И мне очень приятно, что эти планы амбициозны, так как если не ставить амбициозных планов, вы знаете, тогда зачем жить. Ну там вопросы больше о инфраструктуре или о поддержании? Вы знаете, это комплекс вопросов. Это комплекс вопросов, это где-то инфраструктура, где-то финансирование наших коммунальных предприятий, спортивных коммунальных предприятий, где-то выделение средств на какие-то поездки наших спортсменов. Все это комплекс проблем, которые учтены в этой программе и я надеюсь, что здесь мы получим хорошие результаты. Кстати, возвращаясь к Дворцу спорта, я могу сказать, что недавно прошел чемпионат Украины по фигурному катанию и наша девочка, воспитанница нашей... Ева Шельга, она недавно на студии была. Да, Ева. Вот я о ней хотел сказать. Попала в резервную сборную Украины. Попала в резервную сборную Украины, стала школой олимпийского резерва, наша школа и так является. И она, дай бог, ей всего самого хорошего в этом, потому что, насколько мне говорили и тренеры и так далее, у нее очень большое будущее. И дай бог, чтобы это будущее состоялось. И мы будем все за нее всегда болеть, как болели за других прославленных наших фигуристов-одесситов. Присоединяемся к этим добрым словам и также желаем еще и успехов и хоккеистам тоже, которые сейчас на турнире. Мы хоккейная столица Украины. При Днепровской лиге громят своих соперников «Морские волки». 6-0, вы говорили. Да, это был первый матч турнира против хоккейного клуба Харьков. Спасибо большое, Анатолий Игоревич, что пришли к нам в студию. И у нас сегодня в гостях председателя Детского областного совета Анатолий Урбанский. Еще раз спасибо. Спасибо вам. Меня зовут Дмитрий Богомолов. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Оставайтесь с нами и живите спортом.